Сохранить и приумножить. Региональное общественное движение Изватас выпустило учебные пособия на ижимском диалекте коми-языка, словарь, разговорник, обучающее пособие и книгу для чтения. Все они были разработаны и изданы в рамках реализации проекта «Родной язык. Основа духовности и культуры» этноса коми-ижимцев, который в прошлом году получил грант на 12-м конкурсе социальных и культурных проектов Паулу Койл. По данным последней переписи населения, на территории региона из 3,5 тысяч коми-ижимцев родным языком владеют только 14%. И это, по словам руководителя проекта Ивана Рощева, серьезная проблема, решением которой занялись активисты регионального общественного движения Изватас. Была поставлена цель учить разговорному языку через наши пособия. Создалась такая инициативная группа, можно сказать, педагогов-энтузиастов, выходцев из Ижни, еще моего поколения примерно лет 60-70, которые с детства знали язык, некоторые даже изучали литературный. Результат плодотворной работы педагогов-энтузиастов – вот эти брошюры на ижимском диалекте коми-языка. Снаружи яркие обложки, а внутри кладезь знаний. Впервые у коми-населения округа появилась возможность для обучения и общения на родном языке через печатное слово. Оставили, в общем-то, грамотный в свое время народ бесписьменным. То есть у нас не было на что опереться через печатное слово. То есть не было книг? Не было книг. Учебников? Учебников не было. Нам поступали учебники, но они на ижимском, то есть на литературном языке. Оценить очень сложно. Надо их снова учителю переводить на ижимский диалект, чтобы дети понимали. Ижимский диалект наиболее удобен для изучения и легок для восприятия, в отличие от литературного коми. С помощью этих учебных пособий изучать язык предков смогут как взрослые, так и дети. Добавлю, что брошюры, изданные на средства Лукойловского гранта, направлены в поселение Нинецкого округа, где проживают коми-ижимцы. Также экземпляры учебных пособий хранятся в библиотеке этнокультурного центра Нинецкого округа.